Отечественное медицинское оборудование сегодня не просто повод для гордости, а жизненная необходимость. В прошлом году создавать ортезы по современным технологиям начал ульяновский врач-ортопед Александр Стеклов. Его молодая компания уже получила признание на рынке. Мастерская Александра Стеклова победила в номинации лучший социальный проект конкурса «Предприниматель года», как бизнес, в основе которого концепция поддержки и помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Посещал производство и губернатор ульяновской области Алексей Русских. Работая с людьми после инсульта и травм, а также с детьми-инвалидами, врач обнаружил важную проблему – отсутствие качественных изделий в свободном доступе. Это вдохновило Александра Стеклова на создание мастерской по изготовлению ортезов по новой технологии с возможностью удаленного заказа. К Александру обращаются люди из Амурской области, Сахалина, со всего Поволжья и других уголков страны. Цифровая технология позволяет как раз эту проблему решить. На месте делается цифровой скан, присылается по электронной почте, моделируется в городе Ульянке, изготавливается изделие и отправляется почтой конечному пользователю. Это все быстро от 7 до 10-14 дней. Кроме того, по новой технологии сокращается и срок изготовления изделий в 2-3 раза. После снятия замеров с помощью 3D-сканера создается цифровая модель ортеза. Делается заготовка, по которой техник создает изделие. Затем крепится фурнитура. У нас очень сильный сколиоз. Алешечка, дай покажу. Очень сильный сколиоз. То есть он даже в положении лежа, в расслабленном положении. Уже видно, пошла деформация грудной клетки. Благодаря корсету жесткой фиксации это все сглаживается, то есть не дает тонусу здесь привести к деформации. Работает в мастерской не только над качеством, но и с ассортиментом. Недавно запустили в производство шлемы и корсеты. В дальнейшем планируется создание полной линии ортезов. Производит изделие почти полностью из отечественных материалов. Поэтому Александр Стеклов уверен, что полное импортозамещение в его рабочей сфере возможно уже в обозримом будущем. Юлия Роднева, Геннадий Бухтаяров, Уллправда.ТВ